МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поселке Шалоболино вновь открыт детский сад на 60 мест. Более 20 лет здание было законсервировано, в садик попросту некому было ходить. Столько интересного, одно только рисование мыльными пузырями, чего только стоит. В Енисейском районе идет неделя дошкольного образования. Воспитатели из разных сел делятся опытом и осваивают новейшие разработки в области образования. Для Марины это уже второй визит в Зеленогорский центр занятости населения за последние 10 дней. Девушка – инвалид второй группы. С прежней работы пришлось уволиться после того, как получила инвалидность. На место жительства в Зеленогорск переехала недавно и сразу после новогодних выходных обратилась в службу занятости за помощью в поиске подходящей работы. Помогают, да, в центре занятости помогают, но в основном, если ты не захочешь, то не найдешь. Но инвалиду трудно смотрят, обращают внимание. Неважно, какой ты была там до этого, какой специалист ты был. Поэтому рассматривают любой другой вариант, но другой любой не подходит, потому что здоровьем надо сидеть и работать. Сегодня Марину признали безработной в связи с отсутствием в банке вакансий подходящей работы. В ближайшие шесть месяцев она будет получать минимальное пособие по безработице, если, конечно, не трудоустроится раньше. Ее шансы найти работу специалист службы занятости расценивает как высокие. Человек грамотный, имеет высшее образование, работала по трудовой книжке инспектором отдела кадров, знает хорошо дело производства. И на перспективу, я думаю, что она у нас долго не задержится. Те люди с ограниченными возможностями, которые хотят работу и ищут сами, они состоят примерно 5-6 месяцев у нас. Хотя многие стоят годами. Найти работу, имея вторую группу инвалидности, удается единицам. В основном это те, у кого есть образование и возможность применить себя в сфере, где не требуется серьезная физическая нагрузка. Гораздо труднее это сделать инвалидам с рабочими специальностями. Мешает обширный список ограничений в заключении медико-социальной экспертизы. Со своей стороны и работодатели всеми способами стараются обойти закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Если заявляют вакансии, то такие, на которых мы, в принципе, не можем подобрать инвалидов, состоящих у нас на учете. Потому что такие условия у них конкретные. И, допустим, и стаж работы, и образование. В основном стоят инвалиды у нас в рабочей должности. Чтобы повысить качество услуг инвалидам в сфере занятости, Краевое агентство труда и занятости в первом квартале 2016 года проводит специальный мониторинг. Марине во время визита первым делом предложили ответить на вопросы специального теста. Они касаются уровня образования, опыта работы, пожеланий к рабочему месту, услугам службы занятости. Цель мониторинга – выявить уровень мотивации инвалидов к труду, обстоятельства, препятствующие трудоустройству, и условия, повышающие шансы инвалида найти подходящую работу. В селе Шалаболино Курагинского района открыт новый детский сад. Это уже второе открытие за его историю. В 90-е садик законсервировали, так как некому было ходить в эти группы. Сейчас необходимость в дошкольном учреждении в селе вновь возникла. Почти 26 миллионов рублей потребовалось для того, чтобы привести садик в соответствие с современными стандартами в образовании. На самом деле сегодня прекрасный день, день возрождения. Садик-то открываем второй раз. То есть были такие у нас сложные, мутные времена. Слава Богу, мы и пережили. И несмотря на то, что на сегодняшний день и в стране, и в крае, и в районе у нас тяжеловато с финансами, тем не менее все социально значимые объекты, а у нас их очень много, мы открываем. Сегодня у нас радостное событие, долгожданное событие для всех, для жителей села, для родителей, особенно для детишек. Потому что мы после реконструкции открываем, распахиваем двери нашему самому красивому зданию на селе. Второе открытие сада состоялось со всеми полагающимися церемониями – перерезанием красной ленточки, хлебом-солью и вручилием символического ключа. Чтобы здесь никогда не умолкали детские голоса, коллективу хорошо работалось, чтобы детский сад всегда был открыт, а ключ был просто символическим. С праздником, чтобы все было у нас хорошо, чтобы он больше никогда не закрывался. Пока в детский сад пришли только ребята подготовительной группы. Остальные будут набираться до весны. Всего в дошкольном учреждении будет воспитываться 60 малышей, как из самого Шалаболина, так и соседних сел – Ильинки и Курганчиков. Венесейский краеведческий музей начал принимать заявки на участие в Кытмановских чтениях. Это научно-практическая конференция, посвященная истории малой родины. Чтения проводятся уже почти 20 лет и разделяются на детские и взрослые. В этом году мероприятие пройдет для взрослых и будет называться «Новое краеведение». К участию приглашаются сотрудники образовательных учреждений, общественных организаций и просто любители истории. Кытмановские чтения состоятся 25 марта. Местом проведения впервые станет Енисейский педагогический колледж. Здание музея, в котором обычно проходили чтения, сейчас на реставрации. Заявки на участие принимаются до 1 марта. Это может быть любая тема. Это может быть тема, с которой, допустим, выступал у нас библиотекарь Тамара Павловна Ильина на форуме в Красноярске, рассказывая о старце Федоре Кузьмиче. Или о загадке, допустим, Фанвизиной. Или рассказать о церквях города Енисейска. То есть здесь тематика огромная. Это первая номинация. Ну и вторая – это как раз методическая. Можно придумать туристический маршрут. В Ачинске открылась выставка автографы большого кино, приуроченная к открытию года кинематографии. Посетителям представлена уникальная возможность увидеть автографы советских и российских артистов, кинорежиссеров, кинокритиков и сотрудников Госфильмофонда, которые были на творческих встречах в кинотеатрах Ачинска. Также все пришедшие на экспозицию попадут в оригинальную атмосферу киноиндустрии прошлого века. В музее оформлен буфет, где продаются угощения от тех времен, звучит музыка и песни из популярных советских фильмов. У нас сохранен большой широкоформатный экран в городском дворце культуры, поэтому мы сейчас планируем один раз в месяц сделать кинопоказы отечественных фильмов для всех любителей отечественного кино. Я думаю, что они у нас будут бесплатные. Четыре детских сада и пять дней напряженной творческой работы. В Енисейском районе проходит традиционная неделя дошкольного образования. Поделиться накопленным опытом работы и узнать о новых методах и направлениях образования. По образовательной деятельности сюда приехали представители всех детских садов нашего района, не исключая отдаленные северные территории. Каждый день посвящен своей теме. Это и художественно-эстетическое развитие дошкольников, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие дошкольников, познавательно-исследовательская деятельность. В принципе, это площадка для тех садов, для тех учреждений, для тех воспитателей, которые хотят показать себя, показать свои находки, показать свои открытия, которые они применяют в образовательном процессе с дошкольниками. Как признаются сами участники, за неполную неделю взаимообучения они смогли узнать много нового и интересного. Теперь они собираются применить полученные знания на практике в своих детских садах. За эту неделю столько много для себя узнала, столько интересного. Одно только рисование мыльными пузырями, чего только стоит. А еще девчонки сейчас показывали такие снежинки, очень интересные, используют разные техники. Кроме этого, проблемное обучение. Но это, в принципе, уже практикуется во многих учебных заведениях, не только в детских, не только в школе, но и в детских садах. Но для себя я очень много открыла, как это все можно практиковать и внедрять в жизнь. Очень интересно, очень поучительно. Программа недели дошкольного образования включала в себя целый цикл мероприятий. Это и панорамы образовательной деятельности, презентации педагогических практик, и фестиваль методических пособий. Параллельно с этим проходил конкурс «Лидер образования» в номинации «Воспитатель года». В этом творческом конкурсе приняли участие 9 человек. Для них участие в творческом состязании стало настоящей школой профессионального мастерства. Мне на самом деле показался очень интересным вот этот опыт, именно участие в «Лидере образования». Пробуешь свои силы, именно уже не в рамках детского сада, а уже на район. И для себя какие-то выводы делаешь, работу над ошибками делаешь, и какие-то выводы на будущее. Итоги конкурса будут подведены чуть позже. Но в конечном счете, в выигрыше остается каждый участник. Ведь главная награда для любого воспитателя – это улыбка детей. И опыт, который как раз и приобретается на таких вот творческих конкурсах. Ты покупаешь себе билет, не хочешь думать о тех немногих, кто будет ждать тебя сотни лет, кто сотни лет может будет помнить. Барды со всей России уже в 26-й раз собрались вместе в городе Назарова. Ежегодно здесь проходит традиционный фестиваль авторской песни имени Владимира Высоцкого. За два дня фестиваля прошло пять концертов. Более 20 новичков из 100 с лишним участников приняли участие в концерте «Дебют фестиваля». Аня Иванова из Красноярска выступала на фестивале в прошлом году. Творчеством она занимается вместе с мамой. Аня исполняет песни собственного сочинения. Но в этом году для Назаровских зрителей подготовила две песни известных авторов. Маленький рыжий котенок в темную, темную ночь. Плачет, как прошенный кем-то ребенок, но никто не сумеет помочь. Я в прошлом году пела свою песню, но сейчас я еще две сочинила, но я пока что на небе работаю, еще пока что я их не пойду. На фестивале состоялось несколько мастер-классов от опытных бардов. Из Томска приехал в гости Константин Мальцев. Барт, поэт, популярный автор и исполнитель. Начиная с 79-го года Константин посетил множество различных фестивалей, но спустя время решил, что впредь будет посещать только детско-юношеские мероприятия. По его словам, именно в них будущее. Я рассказывать буду по минимуму, больше всего буду слушать. Потому что очень важно слушать и слышать человека. На себе это испытал, и я понимаю, насколько важно быть услышанным. И поэтому это сейчас не моя стезя. Я пытаюсь их расслышать, им что-то подсказать. Собрать полный зал в этом году не удалось. Но за выступлением бардов следили истинные ценители живой авторской музыки. Участники фестиваля увезли с собой памятные подарки, дипломы и хорошее настроение, которого должно хватить до следующего года.